Водолаз Дмитрий Червев погружается в воду и раз за разом достает то камни, то палки, а порой даже потерянные детские игрушки. Работает на мелководье, пока его напарник обследует дно на глубине. Я сейчас по поверхности вот здесь смотрю, на мелкой глубине, чтобы когда там вот камни большие, которые мешают, мне в принципе где-то на часа два хватит. А водолазу больше, он по носу глубже уходит. Водолазы выявляют также ямы и водовороты. После того, как они обследуют дно, на поверхности воды установят ограничительные буйки. В результатах обследования водолазами формируются карты глубин, определяются места установки ограничительных буйков, ограничивая зону плавки, а также определяются места формирования пляжей для зон купания, для лиц, не умеющих плавать, это глубиной до 1,5 метра. Это для лиц, которые не умеют плавать. То есть это отдельные два пляжа, которые также организуются. Пляжный сезон стартует в Самаре меньше, чем через неделю. На набережную завозят новые лавочки с навесами, чтобы отдыхающие смогли спрятаться от жары. Качели, удобные раздевалки, а также ромбовидные лавочки с зонтом в виде шляпки, которые рабочие так и называют в шутку грибом. Пляжного инвентаря много, поэтому за один день грузовой автомобиль делает больше 15 рейсов. При этом важна не только оперативность. Нужно все более-менее аккуратно сложить, прежде всего подумать 10 раз, как все ляжет в кузов, чтобы друг другу не терлось по дороге, чтобы ничего не сломалось. И потом уже здесь также выгрузить. Очень ждем. Каждый год прекрасные пляжи. Сейчас будут здесь скамеечки, качели, раздевалки, много народу, заряд энергии. Ну, это счастье, мне кажется, иметь Волгу в городе, причем в такой близкой доступности. И приезжие говорят, вам море не надо. Сейчас подрядчики обустраивают территорию у первой очереди набережной, чтобы все объекты стояли на пляже уже до 15 июня. Обустройством второй очереди займутся после окончания фестиваля Волга-фест. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.